Всем! Сегодня у меня есть оператор. Сегодня у меня не будет камера трястись. Вот это моя дочь снимает на фоне нашего недостроя. Долгостроя нашего, называется, как в советские времена. Коровник и синовал наш. Расскажи, мам, из чего эти столбы? А, эти столбы из акации. Вечные столбы. Вот почти 4,40, он уже писал. Хоть они кривые, но такие прочные. Прочные, очень прочные. Ну вот, потихонечку сделает. А пока у нас сейчас же тепло, мы пока коровы вводим на траву. Пойдем сходим. Я все давно хотела рассказать, какие у нас тут есть пруды. Это у нас вот тыкву убрали. Но в этом году неурожайная тыква была какая-то. Неурожайная. Плохо ухаживали. Надо поливать, тогда что-то будет. Иначе на юге то, что не поливается, никогда ничего не вырастет. Когда такая погода, вообще ничего не хочется делать. Вылазить не хочется на улицу. Я не представляю, как мы в Сибири жили 40 лет. 40 градусов. Делать что-то надо идти, снег чистить, дрова надо идти домой нести. А здесь вообще расслабились, ничего не хочется делать. Чуть-чуть маленечко, минус 5, уже все сидим. Носы поспрячем. Это вот соседская территория. Мы уже идем по соседской территории. Хоть это и не, как сказать, это не официальные сотки. Ну, просто у каждого еще за огородами. Там, где вспахан, это наши огороды. А это просто территория неофициальная. Траву люди косят, да и все. Просто каждый знает свою границу и не залазит. Ну, а нам разрешили корову. Вот здесь, вот на этом. Вот и уже другие соседи пошли. О, Зоря! Я ее и не вижу, замаскировалась. Это вот наши соседи разрешили. Называется «Найди корову». Ну, точно. Все нашли? И нам соседи разрешили ее прямо в огород поставить. Чтобы она им траву маленькая. Что стоишь? Что? Вон опять Оля к тебе пришла. Ай, тут все покажем. Ой, я не знала про такую колесу. Мы сточились большие. Мы выходим. Привет, Зоря! Что? Что ты стоишь? Что стоишь? Ну, чего ты? Что ты? Боишься? Опять боишься. Что ты? Ходила по репьям каким-то. Зоря! Я тебя расчесывала. Что? Зря, что ли? Посмотри, опять насобирала. Маруська Ивановна. А? Смотри, что ты какая. Смотри. О, наши гуси орут. Что ты хочешь? Сена нету. Вот, поешь травку. Вон там люцерка есть. Иди поешь. Ты хорошая. Ах ты! Что ты такая? Грязная. Ты, паркурка. Грязная вон вся. Лазила где-то по этим. Она собирала. Ну ладно, я тебя вычешу потом. Все. Иди вперед. А, иди вон там. Там вон за реке гуси на озере. Здесь вишни, черешни. Вот это вот черешня. Да, вот это черешня. Знаешь, какая она есть? Да. Что ты говоришь? Столько черешни вообще. Мы насобирали. Ну, соседи вообще тут ведрами собирают. Мы тоже, они нам сказали, приходите. Мы набрали два ведра. И вишня везде. Тут всего навалом, короче. У всех всего навалом в огороде. А это вот сливы. Большие гливы. Оля, смотри. Она будет облизывать тебя. Облизывать будет? Зорька. На пруд. Пойдем, стыли. Ладно, пока, Зоря. Пока. Пока, пока. Хотя она в ручей бежит. Она в ручей пьет. Что такое случилось? Что? Она меня, как видит, у нее ассоциация. Я ей должна принести грабленки. Что? До вечера. Вечером принесу. Пока. Пойдем. Пока, пока. Она знает, что так можно. Ой, я же. Ну, здесь тоже можно пройти. Пройдешь? Ну, пройду, чего не пройду. Давай, проходи, я подниму. Ой, заросли. Черемуха душистая. Ох, чего нет, тут нет. Ну, есть черемуха. Только в соседнем селе, я по-моему, там три деревца стоит. Мы, когда проезжаем, когда она трясет, здесь нас всегда останавливаемся. Я такая глаза закрою. Понюхаю. О, Сибирь, родимая матушка. Ну, это я уже показывала. Здесь речка у нас. Бежит. А вот у нас прудик. О, хороший. Ну, вот, соседи сказали. Ну, это, в смысле, частный прудик, не просто так. Ну, он искусственный, да? Ну, да, конечно. Они, вот, видишь, за трактором сделали, вот берег вот этот. Там вот есть спуск воды. Здесь больше не наберется. Здесь рыбы большие. Ну, ходят тут весь, все село ходит. Ну, не все. Дети, да и взрослые приходят, рыбу ловят на удочку. Ну, ясненько. О, наши гуси вон. А там дальше вообще, помнишь, мы купались? Пруд был большой, помнишь? Ну, я не помню. Ты не купалась? Я купалась. Вон, огромный пруд был. Там рыба была. Ужас. Жалко. Ну, разводили, разводил человек рыбу. А потом ему запретили. Он не оформил, не разрешили ему оформить эту землю. Все, сказали воду слить. Рыбу выловил он, воду слил, и все. И все, и все, заросло камушом. А камушом зарасти можно. Ага. Все прекрасно, камушом заросло. И никто ничего там теперь не разводил. Теперь там забыла, как называются. Не бобры, а какие-то еще. Вот даже если... Забыла, как называются, плавают в воде. Выдры. Выдры, да. Точно. И там, если пустишь туда гусят маленьких, они всех посожрут. Мы вот гусей маленьких не пускаем на пруд, пока они не подрастут, месяца три-четыре. Тогда только начинаем пускать. Иначе они посожрут всех. Гусенок плывет, они в раз так и утянут, и утянут. Только больших пускаем, когда уже подрастут. Ну, ладно. Все. Вот такие у вас тут пруды. И дела. Да, вот такие дела. А пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...